А, уже начинаю с первой игры, видите как? Ну, это Найлз, я буду болеть за Альянс, буду, по крайней мере, стараться переживать за него больше, потому что... Такой форт тут серьезный, справа, посмотрите, он такой... У него очень брутальная внешность. Ну, потому что там есть Мун, есть Ла Лайт в верхней части сетки за эльфов, есть, собственно, вот Colorful, который в лузерах. Много тоже плохо, понимаете? Надо, чтобы в топ-4 были представители четырех разных рас. Поэтому в идеале Fortitude доходит по лузерам докуда-то, наверху эльф, соответственно, Undead, Лин по лузерам тоже выходит, и они там с Fortitude уже в финале нижней сетки разбираются, кто круче. И у нас получается такой баланс по расам, что, ну, меньше зеркалок, меньше вот этих вот разговоров про дисбаланс неблагодарных. Вот, ну и любопытно, что будет пытаться... А, и Fortitude же постоянно правильно говорит комментатор, он почти на других, почти на любых картах старается поставить базу. То есть он играет прям по... По одному и тому же шаблону. Не могу ничего плохого сказать про эксп. Как бы это основа стратегии Альянса. Потому что Power Build, потому что есть Самона у тебя на старте, и... Надо... Плюс магическую вышку сделали, более качественные... Последним патчем. Вот, но иногда просто удивляют, насколько он, не взирая вообще на никакие обстоятельства, там потери, продолжает ставить эксп. Ох ты, Футмен был довольно близок к тому, чтобы... Да, рабочего потерен. На криппинге Fortitude слил рабочего, это минус серьезный для него. Димка с перчатками, Димка с кольцом. Рабочие возвращаются. Но по криппруту пока не скажешь, что там будет экспант. И он даже не продолжает строить рабочих. Неужели Fortitude решил в Т2 сыграть, в рифлопуш какой-то? Да, да, сейчас будет. Он копит уже деньги. Он копит лес на этот, на Т2. Вот тебе и экспанты Fortitude. Я его не путаю ни с кем. Fortitude, он же романтик. Пвэксп играл, играет и будет играть. Нет, сейчас будет Т2 прожимать. Да, пошел Т2. Дима залетает с эмаляции. Элементалев был в сетке. Футменам очень не хочется сражаться с Демон Хантером. Он и плотный, он и горит. Плюс еще нейтралы добавляют больше урона по... Ну, не по Димке, а по Футменам. Просто потому что целей больше и на рандоме больше. Но уже магазин нужно хуман устроить. Нормально покрепился. Тайминговый магаз пошел, когда уже все биты. Через шифт не отправляет виспану. Вчера тоже игра на первой карте была очень странная между фокусом и Лалайтом. То есть там косячили все, кому не лень. Да, Кобру скидывает пару этих клипчиков на наиболее яркий момент вчерашнего игрового дня. Да, и справа над романтиком вы видите продакшн. То есть что у него там производится. Кроме магазина, делает кузню. Это выход в рифлов. Т2 опять же. О, Архмаг. Не доконтролил он этого Архмага. Он мог сделать вид, что он настоящий. Если бы сразу начал отступать, возможно, Димон Хантер бы прописал по нему монобер. Такая проверка. Да, сейчас третий Архмаг получит за счет криппинга зеленой точки. И, скорее всего, полезет харасить на раннем Т2 у эльфа. То есть футменчики, второй элементаль, Архмаг. Это все на виспов бежит. Задумался, вспомнить не могу. Если Кадой кушает криппа с предметом, после завершения пищеварения падает, 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 падает. Предмет выпадает. Раньше, конечно, он падал в каком-то из патчей сразу после съедания. И вот это была имба немножечко. Потому что, ну, ты подходишь и сразу вытаскиваешь артефакт. Но сейчас, кажется, нужно, чтобы юнит был переварен. Так, Пальто говорит, что он что-то проверял, что ты проверял. Контрик говорит, Бабрешу, а Хэппи играл сегодня. Не, Хэппи будет играть в венерах против Ла-Лайта. Это будет послезавтра. То есть сейчас стадия, что лузеры... Ты проверял, что артефакт не падает? Не верю. Ну, значит, он сразу падает при съедании. Артефакт не должен пропадать. Может, и не того съел? Короче, не верю, Пальто. Да, Крок, пока еще рано говорить свое спасибо, потому что мы тут не разобрались. Ну, Харас такой, не очень хороший получился. Один футмен под это самое, под брит был. Ну, Нага очень сложно. Ну, вот Лорницу можно отменить, да. Все равно это будет больно. Он ждет, когда у него элементаль откатится. Все отменил. Хамми говорит, раньше 100% падал после переваривания. Тогда, а еще раньше, он падал при съедании. То есть в каком-то патче, я помню, может быть, это, конечно, глюки мои, но была и другая механика. Так, ну, рифлы кастеры, будем пушить. Вот этот набег на виспов, он в том числе нужен, чтобы немножко отсрочить появление первых медведей. Бладмейдж тоже нужен для пуша. Рэнджовенький такой. Заливает. Сейчас это сложно делать, потому что Дима, 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 блин, с эмаляцией дикий. Папа Котипейка спрашивает, стоит ли еще ждать когда-нибудь Фростпанк 2? Фростпанк 2 еще не вышел. А так, Фростпанк 2, конечно, будем играть, когда выйдет. Фростпанк шикарная игра. Не выглядит этот пуш каким-то страшным. Да, Бладмейдж там Димку потихонечку маны лишает. Ну, а оф, смотрите, какой Мунвелл и какие хорошие. Дэвпенды еще тут не хватает. А там уже арбу можно покупать. Все, он очень странный пуш. Не в стиле Ская. Надо хотя бы вот в тылу ставить вышку одну магическую. Не знаю, что рабочие стоят. Давайте, ребят, алло. Первая вышка была построена очень нагло, так скажем. Вот куда они лезут, эти двое рабочие? Вот что это за вышка там справа? Ты ее не в жизни поставишь. Все, эмаляция. Ой, Арча сейчас первая недоконтролена. Видите, она побежала в другое место. Это первая Арча умирает. Первая только. А оф наносит уроны хорошо. Танкует тоже хорошо. Ну, Арчи сейчас вниз подходят, делают два залпа и убивают вышку. Но тут проблема тоже у Эльфа есть. Он арбу не купил до сих пор. Вот сейчас купил. Причем отключает стрелку. Все, Арчи сейчас отменит строящуюся вышку. И даже, кстати, нет потребности у Эльфа дальше лететь. То есть не обязательно сейчас вот сражаться до конца. О, Дефенд появился. Как же поздно Дефенд появляется. Виспов не вывел Эльф. Тут, может, его и подпушит. Хотя, так... Ну, здесь Висп, представляете, на двух элементарий, на двух престолов бы как зашел хорошо. Все равно отбивается. Ой, чувствую, что портитюд после этой катки забьет на Рифлопуш и вернется к строительству Экспанда. Ну, понимаете, Рифлопуш правильно исполненный. Он, конечно, крайне опасен для Эльфа, который играет через, там, Диму Нагу сразу в Т3. Особенно если тебе удается его хорошо подхарасить. Но эта мета была до того, как Диме дали эмаляцию нормальную. Ее там, конечно, потом немножко подрезали. Ну, сделали там более дешевым включением, меньше урона, меньше потребления. Но в целом, такой эмаляции в старой мете у Димы не было. Вот, и... Но это фактор. То есть, третий Дима, который там горит. Футмены с ним рядом стоять не могут, обмениваться с ним уроном не могут. Нет, это... Это... Сложно пушить такого Эльфа просто. Нага сзади через арбой, накидывает хорошо. Ой, а зачем сюда-то лезть? Ой, это будет... Вот это риск. Ой. Добивает пульс 6, получается что? О, киль-то ласки. Можно было подблочить Диму, кстати, сейчас развести на телепорт. Не доконтраливает, на самом деле, фортитюд. Немножечко. То есть, он... То, что Дима там под слоу, на той позиции оказался, он мог завести какой-нибудь юнит, побегать перед ним. Был став, правда, ладно. Был став, согласен. Не особо много он выиграл бы. Вот, и когда вы играете в Рифлопуш, у вас все, у вас только один путь есть. От своей базы до вражеской. Вы можете отвлекаться немножко на криппинг, там, за свитками сходить, но в конце концов вы должны эльфа пушить, потому что со временем Рифлокастеры, они, конечно, медведем, плюс там, ферриком каким-нибудь проигрывают. Просто тир другой, качество другое юнитов. У Рифлов есть плюс из серии, что чем больше становится их, тем сложнее врагу с ними справляться, потому что фокус, потому что там рейнджовая, медведи могут толпиться, но, блин, тут позиции еще хреново, видите, минус один Рифл. А Рифлы, хоть и мелкие, типа, кажутся, но это трехлимитный юнит, он там 215 золота стоит. Это ж не за каждый Рифл, а ты отвечать головой должен. Да, и забейте, сейчас, когда свиток читает, поздновато он мог Рифла спасти верхнего за счет этого свитка. Когда очередная вот атака захлебнется, тут уже... И размен минусовый, обратите внимание на лимит, 58 на 41. Справедливости ради медведей, конечно, попроще контролить, если с такой же лимит, через атаку посылаешь, там элементарий отдиспеливаешь, и все, больше проблем у... ну и занимаешься контролем героев своих. Больше проблем у Хумана, потому что... Ну, менешь... да, ГГ, это забейте. Ну, было ГГ, когда первый приход был, застроечка обломалась, он там накосячил еще с местом застройки, вот если бы он поставил магическую вышку не так нагло внизу, а просто вот в проходе, где он стоял, то она, скорее всего, достроилась и уже долбила бы потихонечку, и по Димке долбила, и по Медведям долбила. Одна магическая вышка, особенно сейчас, магические вышки, они что-то в полтора раза эффективнее стали? Типа выжигают что-то вроде не 12-16, ну или там на треть получше. Но даже старые магические вышки, они очень сильно эльфам мешали, потому что у тебя мана выжигается, Риджуа нет. Если маны нет, у героя тебе его очень сложно в Мунвеллах восстанавливать. То есть там замкнутый круг получается. Только новые медведи тебя могут подлечить, а старые уже бесполезные фактически для саппорта. Да, ну такая вообще непримечательная игра. Деревенщина, здравствуй. АМГ ФПС, приветствую. Мне кажется, Фортитюд будет базу лепить. Ну, тем более на Теринасу. Это очень важный момент. Кстати, это всегда было странным. Это очень хорошая иная армия для Мунвеллах, от Мунтикин, экспансионных Лев и среди, , а затем масса лепить слеву. Но nowadays, в Демонхунете, Мунтикинтаннен, Мунтикинтаннен очень сильнее. В факт, Мунтикинтаннен не могут быть лучшим героем. Я думаю, что я хотел возможности предприятий тут блюда. Настоит с ней на теринас. Я думаю, что это очень важно. Возможно, ему стоило сверху или снизу встать, один из проходов не долбиться в ауф. Ну, сверху хреновая позиция, потому что там Мунвеллы стоят, а вот снизу, да, снизу, да. Тем более, у него была инфа о том, что там, какая вообще застройка у человека, он же приходил на Т2, он знает. Снизу, 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 там под елочками можно вышечку сделать гораздо ближе к алтарю какому-нибудь или магазину, или мейну, вот, а он прям с парадной попытался зайти. Просто не стоит недооценивать ауф, понимаете, у ауфа урон там какой-нибудь в районе 50, там 45, 55 или что-то в этом роде. Ты его хрен пробьешь, не у фортификейт урон, подкосарь здоровье. Этот ауф, это, эльфу очень, эльфу очень рады, если во время сражения ауф вот таким вот образом стоит. Мунвеллу убивать потихоньку. Ну, я к тому, что если ты будешь пушить со стороны, где Мунвеллов рядом нет, то он будет дольше бегать за лечением. То есть, вот он стафанул Димку, Димке придет сначала наверх у тебя, потом вернуться в бой. Тут он наступает к Мунвеллу, тут же лечится, тут же возвращается. То есть, если есть выбор заставить человека побегать, почему бы не заставить? Но согласен, что ошибка была через ауф лезть. Он там встал, как влитой. Colorful Zewide. Привет, номинор. Мкан и Тейси против Димы, да, есть проблемы у этого героя против Демона Хантера, но он все равно, благодаря как раз тому, что может быстро получить третий, может кинуть два-три хороших болта, а иногда одного хорошего болта вполне хватает для того, чтобы заставить человека сетелепортироваться. Поэтому, да, он кричал, а не зевал. Беззвучный крик. Так, а где... Где триггер на Lightning Shield? Все, пошел. Раз. Похоже, да, он пытается перекупить Преста, но это очень странно. Да, берет, берет Шаду Преста. И Футмен сюда бежит. Довольно агрессивный такой старт. Добил Хуман. А, нет, нет, нет. Или да. Нет, как... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Маг убил... Мага убил кто-другой. Да. Да-да-да. Начало очень хорошее. Да, он немножко по экономике Форситют потерял из-за рабочего. Но Преста ему пригодится. И добитый один нейтрал, это уже очень хорошо. Ну и предметы хорошие тоже у Хумана. Криппинг продолжается. Карта. Уже сто раз рассказывали про Теренас. Это уже там принципиально вторая версия карты. Но основа такая же. То есть это мосты, хоть и дуальная карта, но экспант стоит так, что на него очень долго бежать. Карта очень хорошо контролируется. Поэтому тут стараются играть через экспант. Видите, эльф выращивает заранее, просто он знает, что Хуман будет ставить экспант. И вместо того, чтобы отвечать с задержкой на вражеский экспант, он загодя строит свой. Немножко халявно, на самом деле. То есть такого эльфа... Может быть и стоит подпушивать, заставлять отменять экспант, потом идти ставить свой. Ну или покупать там персоналку, там как-то делать разведку, ставить ферму, на нее телепортироваться, прибегать, отменять и опять же ставить свой. То есть сейчас у Colorful... Ой, кольцо там хорошее. Регенерация. Прям проверил, переваривается, вместе с предметом ничего не упадает, доказано. Блин, ну это точно поправили. Это точно... Это точно... Раньше так не было. Хреново тогда. Откладывается стратка с кодоями. Спасибо, Крок, спасибо, Пальто. Они проверяли, я Пальто не поверил. Но он анимешник, поэтому надо аккуратно к нему относиться, к его заявлениям. Строим базу. И даже вот такая база у эльфа, она будет быстрее... В смысле база у Хумана, она будет быстрее, чем у эльфа. Но он потратит на нее дополнительные дерева, что сказывается, как вы видите, на Т2. У, соответственно, Калорфулу уже... Блин, вот приходит, и вот такой момент, что... Уже не отменить эту базу. Ай, сейчас второй Берн уже будет. Ну, надо тусить здесь неподалеку. Пытаться задержать. Появление... Ну, криппинга... Э-э-э, где-где молоток? А-а-а, он пытался прорваться корчем к троллям. Ой, рискует сейчас два Берна под хвост получить. Ну, хотя бы один молоток кинь. Большого тролля кидает, сейчас Берн получает. Да, тролля подрезал. Тролль без автокаста по лечению, вы видели? Тоже бегал, ничего вообще не лечил. Дерево выкапывается. Что за предупреждение? Гордость и предупреждение. Немножко посредственный получился Харас. МК возвращается на базу. Ему нужно восстанавливать ману, ему нужно восстанавливать здоровье. Единственное, кого он подрезал, это Берсеркера. Магазин только-только начал делаться. Опять вот эти вот тайминговые магазы хумановские. Болезнь. Болезнь Альянса. Ну, вот Э-2 делается вроде как. Вышка магическая тоже строится. Игра тут с очень высокой вероятностью перейдет в такую макро стадию, что, конечно, очень хорошо. И вот, блин, каждый раз, когда я вижу этот магазин запоздалый, и как его там пять рабочих строят, там же каждый рабочий все медленнее и медленнее. То есть ты денег тратишь столько же, а профита получаешь меньше по скорости. То есть первый рабочий дополнительно увеличивает скорость строительства на 50% от базы, следующий на 50% от... не от первичного значения, ну, понятное дело. Ну, то есть каждый раз все меньше и меньше и меньше. А денег тратится столько же. Так, висп, висп, висп и висп, ничего. Футмены разбегаются, панда вторая, нормально. Сейчас очень сложно фортить еду что-то сделать. У него должна быть потребность в криппинге и, возможно, в шредере. Он лечится, возвращается назад. Не знаю, куда он возвращается. То есть он бегает как будто... А, он хочет поймать, видимо, да, противника на криппинге. Кинул слоу через големчика. Ага, и кассл пошел. Ну, в кассле что? Там... Там дофига, на самом деле, вариантов, которые там комментатор тоже частично перечислял. Танки крайне маловероятны из-за панды, которая уже там вторая. Опять эмоляция заставляет футменов просто игнорить все, что... А, и дирижабль. Тролли не доконтролил внизу, големы не доконтролил. Столько вообще потерь у форти... Ой, тут просто врыв никуда. Какая жесть. Тут просто развал. Не попытался гнол добить, не попытался артефакту тащить. Грязь. Криппингу не помешал, артефакт не стырил, насливал немножечко. Слабеньком. Золото за крипов дают, но книги, не предметы, даже с рюкзаком проверил на всякий... А, бэкпэк, типа ты переварил, и кодой такой... Да, танки все-таки. Ну... Что мы можем о танках сказать? Танки... Если появляются, то вот на таких картах и в этом мэтчапе. Я имею в виду на профессиональном уровне. У них очень небольшой... небольшая область применения. Вот. Можно их, конечно, в небольшом количестве строить, типа в каких-то совсем макро штуках для разводов, с одновременными атаками, там... Вот. Но если мы говорим о масс-танках, то это вот чисто... чисто против эльфам. Но одновременно с этим эльфы уже сто лет назад научились против этих танков работать. А именно, что тебе нужно? Nature Blessing. Медведи. Качаная панда. Персональные стафы. Персональные... Ну, в смысле, стаф телепортации. Персональные стафы. И не давать хуману на халяву выходить на третью базу. Все, вам больше ничего не нужно. Панда у него уже есть. Т3 делается. Медведи на подходе. Сейчас, скорее всего... Кстати, он знает о трех воркшопах, интересно. Ну, скорее всего, знает. Знает он об этом или нет, мы поймем... А, он сейчас пойдет, сейчас чекнет эти вещи. Короче, сразу, когда делается Т3 у эльфа, он сделает... Если у него лес есть, а у него леса нет. Да, у него проблемы с лесом. Обратите внимание, ColorFloid, серьезные проблемы с лесом. Там шедер вроде работает. Да, не будет проблем. Он закажет Nature Blessing, для начала, для того, чтобы увеличить количество брони у зданий. То есть, там, 5%... 5 единиц брони, считайте, там, 25% в Тафноса добавляет. То есть, четверть плюс защиты. О, Nature Blessing пошел. Причем, он заказал до Т3, потому что у него дерево-то второе свободное. Я что-то об этом не подумал. Вот. Еще... Так вот, если вас мучают танки, если кто-то играет, блин, в Warcraft, я могу рассказать про танки, потому что эта стратегия довольно древняя, и ее контрить научились еще давно. Имеет смысл добавлять АОФ дополнительный на экспанде, если его еще нет. И, если уж там совсем, ну, серьезные какие-то атаки противник пытается сделать, делать еще параллельно Ancient of Wind по двум причинам. Первая причина — это Fairy Fire, который позволяет вам еще быстрее убивать танки. Одного талона на каждой точке, на каждом экспанде, ну, на базе экспанде хватает для того, чтобы он раскастовал все как надо. О, АОФ добавляет, смотрите. А также вам Ancient of Wind помогает избавляться от дропа танков. То есть, вы делаете одного гиппогрифа, который совмещает разведку, а здесь очень легко делать разведку на Теренасе, вы вешаете просто гиппогрифы где-то в районе мостов, и видите, куда едут первые танки. Это тоже достаточно важно, чтобы не пропустить просто. Вот. И видя гиппогрифа, часто хоманы даже не покупают дирижабль, не пытаются разводить, потому что понимают, что это потеря ресурсов. То есть, вы покупаете дирижабль за 260, вот этого нельзя допускать. Вот это вот пока что самая большая ошибка эльфа, что он не знает, вот эту халяву не наказывает. Здесь должна быть разведка по умолчанию. Так. А он с клэпом будет просто виспов от... А, у него нет клэпа, он не переучился. Блин, что ты делаешь? Colorful. What? А офф поздно, медведи не там. Он вразмен пошел, вразмен против танков. Хрена себе. Не, ну, может быть, конечно, так и эффективно, типа, поменять, поменять экспант на на кассл по цифрам, конечно, мега круто. Но так обычно не делают, потому что не очень надежно. Ну, было бы здесь плюс две вышки, его врыв с этим, хотя он же сделал разведку. Сейчас будем телепортироваться, защищать мейн свой. Ну, телепорти... А, телепорт уже идет, сори. Все, погнали. Разменяли базу, но потеряли еще на мейне много чего. Ну, правда, минус конь здесь. Минус два фут мэна. 57, 48. Да, кстати, размен на кассл из-за того, что у тебя ну, привязка к Т-3 есть. Ты же не можешь делать реально в воркшопах без кассла танки. У тебя только вертолетики да мортиры. Не, у Форти здесь почти никак не может выиграть. Панды четвертая. Защищать. Когда у тебя нет экспанда эльфу, на самом деле против танков еще проще играть. Потому что тебе не надо сплитить ничего. И ты, как бы, защищаешь одну точку и все. Но надо следить, да, вот чтобы эти вышки не догрейдились. Молодец, что делает разведку. По крайней мере, знает, что есть такая тема. Бах, молоток. Дима врывается на 78 моноберн. Делать не доконтраливает. Портит своего Маутен Кинга. Вышка вот эта вот классная, блин. Рабочий чинит. Дима тут в заложниках находится. Рабочие перечинивали весь тот урон, который он наносил по вышке. При этом Маутен Кинг там атаковал. Видите, разделяет армию. Столько виспов не справляются с уроном, который танк наносит. Надо, ауф было возвращать домой. Да, нельзя ему давать строить третью. Он не восстанавливает, видите, на мэйне, потому что там защиты нет. А здесь три вышки, Хуман будет ставить, если он доживет до установки базы, то лучше, конечно, делать рядом с вышками уже под защитой. От мэйна толку нет. Но, кажется, вот этот размен, он был вообще рассчитан со стороны Калорфула, грамотно сделан. Да, да, да. Верное замечание было от комментатора, что немножко подэкономил на самом деле фортитюд. Если бы он на мэйне, хотя, блин, что я несу, дроп с третьей пандой, с там, с двумя-тремя медведями, то есть восемь юнитов падает на голову, там три вышки тебе не помогут. Разве что ты должен был туда телепортироваться основной армией в поддержку с вышком, а танки должны были его экспант убивать. Скорее всего, так надо было делать. Но перехалявил романтик. То есть, одна магическая вышка на мэйне, когда ты играешь в фаст эксп, идешь в Т3, это какой-то наивняк. Кажется, мы потеряем единственного Хумана на турнире, но с такой игрой мы особо ничего не свесим. Кажется, довольно-сидит, к чему-сидит, к чему-сидит. И строга с Уманс продолжается. Я бы считаю, Фотитуде в момент, не в лучшем в лучшем. Мы видели его лучше, но в моем стиме, это всегда Да, это лозера играют деревнично. Тут все лозера на турнире, кроме Ла Лайта и Хэппи, уже. Они будут играть через два дня в финале верхней сетки. Шесть лозеров и два винера. Все. И две разные, видите, стратегии попробовал. У Фортит Сьюда масса проблем была. Он зевнул более раннюю нычку эльфа, с которой, я повторюсь, если бы ты немножко от шаблона ушел, ты мог бы как минимум эту базу отменить, если бы побежал не ставить свой экспо, побежал бы к нему. Ну, предварительно, естественно, надо разведку сделать, чтобы видишь там халявку. Потому что у эльфа, там, Демон Хантер, две арчи и купленный тролль. У тебя футменов больше? А, даже... да... Капец. Нам показывают историю просто матчей. Фортит Сьюд рука одну серию выиграл в декабре 22-го года, а все остальное просто коту под хвост. Потом, как вы помните, была странная атака, в результате которой он убил одного тролля, потерял там каких-то футменов, жизни, ману, ничего не добился. То есть, в той ситуации было бы выгоднее стоять рядом и просто эльфу не давать ставить базу, чем куда-то вырываться на него и отдаваться. А, и в середине игры же еще была тема, что он, вместо того, чтобы крепиться самостоятельно, попытался поймать на крепинге эльфа, пришел слишком поздно, нарастерял там тоже всего, почти ничего не поубивал. И... Там панда подкормилась. Это было очень-очень, очень-очень. Восьмое место. Восьмое-девятое, два хумана просто в топ-10 на дне. Ой, Каха подслилась, вы посмотрите, одиннадцатый. Ну, Хавк далеко, а что вы хотели? Восьмое-дево. 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 Погнали. Амерфол. Амерфол мы по АТР узнаем хорошо. По исправленной версии. Ну, тут тоже, скорее всего, база будет со стороны Fortitude Там не такие сильные нейтралы И алтарь у него развернут в эту сторону Но и по дереву Colorful понятно, что он понимает, что будет делать Fortitude То есть барак, видите, стоит рядом с желтой точкой, но уже со смещением в сторону экспанда То есть он будет крепить желтую и сразу переходить, выманивать и ставить быструю базу на желтую Привет, Ромео, здравствуйте, добрый день У нас сегодня продолжение TP League, призовой 4500 8 сильнейших игроков остались в сетке Двое из них в финале верхней сетки будут играть послезавтра, если мне память не изменяет Это Happy против Лолайта Вчера была прекрасная серия, как минимум, Лин против Хэппи Надо обязательно посмотреть, кто пропустил На ютубе должна сегодня запись появиться И шесть остальных игроков находятся в нижней части сетки Включая 120-го, Муна, которые будут играть в следующей серии Colorful of Fortitude Которая заканчивается, судя по всему, сейчас И двух проигравших из вчерашних полуфиналов Которые ждут победителей сегодняшних двух матчей в следующем туре Все, Димка выходит, криппинг идет А, вот так даже мы будем крипиться? Что это? Такой амбициозный криппинг со стороны Fortitude Вы посмотрите То есть он не натурал к себе бежит, а бежит А бежит крипить голема Да, он его выманивает, да, голем там не кидает ничего Тут и артефакт должен быть покруче Но он получает больше, чем при стандартном криппинге Так, нолик Уже два раба оранжевых Кольцо плюс четыре Ой, молодец, добил Рабочий, рабочий, рабочий прикрыл вообще классно рабочего Димка горит Там два брака, скорее всего, будет Colorful не собирается ему отдавать Сейчас Hunter's Hall пойдет, смотрите, в продакшене слева Да капец, тут все красное просто Димка второй Сейчас, смотрите, освободился Hunter's Hall А, Т2! Серьезно? У него было три принципиально разных пути, по которому пойти Первый — это эксп Второй — это два барака И третий — это самый пассивный, самый, на мой взгляд, не очень в такой ситуации Т2 Но я что-то не понимаю, видимо Почему? Может, какие-то особенности карты? Все, пошел реген Пошел экспанд Причем, видите, он его ставит прям впритык к дереву, чтобы можно было там рабочих прятать Водить туда-сюда или прятать между лесом и, собственно, базой О, и там еще вышка магическая какая-то строится Хрен до нее дойдешь Дима снова вырывается Коцайт убивает даже одного футмена, но сам впитывает довольно большое количество урона Пока все идет к тому, что фортитюд конкретно в этой игре Он скоро получит экономическое преимущество и преимущество по инициативе И не столько потому, что он молодец, сколько, ну, Colorful решил сыграть в долгую на такой позиции Пуш на Т2 с талонными, может, The Hunter's Home делает Но если бы ты написал это, точнее, либо ты написал, либо я прочитал на 20 секунд раньше Я рассмотрел бы этот вариант Потому что таверна есть, карта маленькая А Т2 быстро То есть нагу берешь, талонницы строишь И виспов с собой А он думал, что там экспант Такой провал У Хумана провал Минус три раба Четыре раба Телепорт на телепорт И минус строящаяся магическая вышка Ну, это вообще какой-то Какой-то провал за Хумана Как ты можешь без разведки убегать со своего экспанда Как ты можешь без разведки убегать со своего экспанда Убивать, типа, какую-то строящуюся вражескую базу Как? Как? С чего ты взял? Ну, отправляешь на разведку футмена Если ты там прям на 95% уверен, что противник постоянно на этой карте против тебя Играет в догоняющий эксп То ок, то можно было так сделать, без разведки побежать Но в результате эльф даже и не задумывал ставить базу Как мы видим по билду Господи, все тут красное Ну, вроде отковыривается А, еще футмена потерял То есть он побежал вслепую Побежал вслепую В результате потерял по экономике Подкормил Диму Ой, ну хоть магическая вышка достраивается вовремя Да тут можно даже не отбиться за эльфа Сейчас вот первые дрядки пойдут, первые медведи пойдут А ты все, а то у тебя все красное уже Ой, господи Хами, я не знаю, как ты это смотришь вообще Так они пофиксили премиум за плюс А что там такое? Если на саппорт не отправлял, отправь, пожалуйста Ну, обидно Такие... А тут уже базу может эльф вставить как угодно У него... Это скорее даже такая перестраховка на долгую игру Хуман опять же сам отдался Я не знаю, но это... Некоторые товарищи, там, кто, например, последний год активный или два Смотрят варик, особенно если играли там за хуманов И до этого особо не уделяли внимания сцене Могут сказать, что типа, о, дисбаланс, хуманы слабы Но повторюсь За последние там 3-4 патчи Хуманы получили больше, чем остальные расы Их не резали, им только добавляли То есть я не помню, чтобы что-то резали в принципе у хуманов Может быть, что-то было, конечно Но смысл в том, что даже в старой мете, когда играл инфи, когда играл TH, ребята были в топе И они играли лучше, чем вот сейчас То есть таких ошибок у них не было Может быть, дело в том, что, в принципе, игроков за Альянс сейчас мало И, ну, они такую личную конкуренцию по исполнению, по ошибкам проигрывают другим раз Такое возможно Вот, но то, что мета сейчас лучше, как минимум, чем была пару лет назад Это 100% У вас там пони другие, у вас стафы дешевые, у вас магическая вышка лучше У вас арба дешевле А, подарочный премьер на меня не действует А, это возможно из-за того, что у меня статус канала особый Да, ну, используем других Все в порядке Вот, и дальше Огромная свобода есть у Колорфула У него, благодаря хорошим разменам, там, панда уже высокая То есть он не только крепился, но и убивал рабочих Из-за как раз убийства первых там рабочих, потом второй раз он прибегал У Хумена гораздо хуже экономика, чем могла бы быть Обратите внимание сейчас на количество средств у него на руках И на то, что лимит у них равный И если мы разбираем фаст эксп у Хумена То к этой минуте у него должно быть где-то на руках 1К+, просто по золоту Который потом и выливается в основание пушите эльфа с превосходящим лимитом То есть у него сейчас нет преимущества, грубо говоря, ни по лимиту Не по экономике И, ну, а по всем другим параметрам, типа технологии или уровень героев, он уже позади Ну, как бы, это априори он позади Если идет стандартная игра вот такая Потому что эльф раньше Т2 У него раньше второй герой Он выигрывает противостояние в центре, потому что он не вкладывается в защиту Ну, он изначально уходит в медведя, то есть у него технологии тоже впереди Поэтому, пффф Сейчас вот если посмотреть на ключевые показатели, все очень плохо у Фортистюда Я бы там 97 на 3, что здесь победа Colorful Тут нужно так наошибаться Colorful Чтобы отдаться Он даже сидит на лимите 50, он настолько понимает, ну, он понимает, насколько он впереди И даже не торопится сильно выходить из лимита Но сейчас вот увидел, что к нему идут, можно уже тыкнуть Да какое он тут двумя героями разрулит все Дрядку одну подрезали нейтралы Ну, вон Дима там что творит, смотрите Панда еще не начала дышать, хумановская армия отступает На-на-на, просто продуло все А Димку надо прикрывать Стаффа-то нет, телепорта нет Дима такой, блин, опасный Он горит, его даже не хочется реально окружать Все, рабочих тоже одно дыхание, и все настроение у них пропало Пушить И даже в такой ситуации А, не, он дозаказался, просто там пару юнитов на нейтралах потерял То есть даже в ситуации, что нейтралы тебе там подрезали трех юнитов, Эльф себя чувствует великолепно 60 лимита на 54, да, все, великолепно у него Хан Соло, спасибо Ставчик арба, два светколечения Какой-то криппинг со стороны фортитюда А вот черт его знает, что здесь делать Кроме пуша, тут рабочие стоят вокруг барака, видели? Он отправил рабочих Все, заметил, они добывают Рабы хотели окружить Димку, увидели панду Да, 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 и передумали Он думал, что Эльф подступает Увидел, что Эльф даже не должен здесь находиться Он должен там подкрепливаться, да Но не проявлять излишнюю агрессию Потому что Хуман сам к тебе приходит То есть если у тебя есть выбор сражаться там на своем экспанде Или на своем мейне, или вот здесь вот в чистом поле Конечно, лучше выбирать первый вариант Мунвеллы ближе, стафы лучше Там какие-то деревья, магазины помогают тебе Но он настолько преисполнился, что Даже в такой ситуации чувствует себя комфортно Так, все, пришел противник на экспанд Ну, порой виспол взять с собой Подойти не торопясь, время есть на подготовку Хорошенько пандой закину, Димкой ворваться Медведем рыкнуть Отдиспелить элементарий дрядами, которые останутся Подфокусить кастеров через шифт Дрядками этими арчами Барак можно выкопать, кстати, тоже поможет Я бы выкопал Во время атаки имеется в виду Сейчас вот атака пойдет Барак такой жух Погнали Рычим Выкапывает Молодец, ну все нормально делает Все красиво Дима врывается в самую кучу Горит, винные пары Рабочий в рассыпную Дряды диспелят элементария Дима там вытанковывает Да нормально все у него Раз Дыхание Баниш Светок лечения После светок лечения тут же получает уровень Демон Хантер Плохой знак 70 лимита на 70 Лимиты не должны быть равны в таком пуше Панда не успела сделать дыхание Пропила бутылку, сделала Ставчик Бладмейдж с полной маной Такой молодец Свиток со стороны эльфа первый Че там по стафу? Стафа нет Еще одно дыхание Последнее, кстати, дыхание 69 на 60 Лимит уже не очень хороший Хотя сам по себе лимит у эльфа Он... О, и свиток пошел Да Брекеры разваливаются один сверху, другой снизу Медведь последний, но подходит подкрепление Мне кажется, перебрал, на самом деле, Colorful с Дриадами Тут не было потребности в том, чтобы достраивать новых друат Не знаю, почему он психанул Ему как раз тут парочки медведей на подкрепье не хватает Но даже в такой ситуации Даже в такой ситуации Уверенно отбивается То есть без качелей Без там отступлений, которые свойственны при отбивании рефлопуша Ну что-то типа там временно отступаешь Там лечишься, возвращаешь Да куда там? Просто козами с небольшим количеством медведей За счет высокоуровневых героев и сопоставимого лимита Он загоняет Фортитюда домой ГГ 3.0 Бесславное, просто бесславное поражение Фортитюда Хами Или другие хуманы, которые там на полупро уровне играли Согласитесь, что ни в какое сравнение игра